Девушки отдыхают И вот у меня первый вопрос Вань, что случилось? Почему у вас так уходят команды? На самом деле для меня самого Это очень большой вопрос Поскольку я не могу сам понять Почему в таком большом количестве У нас ушли за короткий срок 4 команды К сожалению из-за этого Мы не можем навести порядок в таблице Но Турнир продолжается, команды играются И как видите, чемпионат даже Весьма интересный Мы за 3 тура умудрились обыграть 3-3 лидеров Для нас самих это небольшой шок Но в принципе После некого анализа Мы понимаем, что это Можно сказать и заслуженная победа Ну и к тому же Чемпионат Не то, что закрывается Но нет такого большого количества команд Для большого соперничества Ну как ты сказал, чемпионат все равно продолжается Вы поднимаетесь потихонечку наверх Какие перспективы, какие пожелания Хотите попасть в Еврокубки У нас основная задача Да, это попадание в Еврокубки Это по возможности Либо в Лигу Европы Либо в Лигу чемпионов Но все опять-таки будет зависеть от нас То есть после такого старта После долгого перерыва Все может перевернуться С ног на голову Можем как и проиграть Можем как продолжать побеждать Так что все опять-таки зависит напрямую от нас И от того, как мы соберемся Как мы будем играть Хорошо, Ваня, остается вам пожелать только удачи Давай посмотрим, как играли ваши соперники Ну что же, мы видим 3-0 Победа над аутсайдером Над шальки У Ганзы Довольно-таки, мне кажется, на классе Что скажешь об этих соперниках? Серьезные соперники Достаточно серьезные Нам в будущем Как раз-таки в ближайших турах Предстоит с ними встреча Но шальки, к сожалению, сейчас сидели Самый большой аутсайдер В нашем чемпионате В предыдущих обзорах им желали того Чтобы у них появился характер Я все-таки тоже поддержу ребят Надеюсь, что ситуация в ближайшее время Может поправиться Ничего невосполнимого, так сказать, нету И ребята смогут все-таки взять ситуацию в руки И все-таки начать уже играть, бороться конкретно Потому что идти с одним очком по чемпионату И с плохой статистикой Я думаю, это не очень удобная ситуация Для любой команды Хофенхайм В довольно веселом матче Выиграл у Унион Берлина Хит-трик Жилкина Дубль Далелова Что скажешь? Я посмотрел обзор матча Матч достаточно тоже был интересный Как видите по статистике Был очень такой веселый матч Хофенхайм на подъеме К тому же они были разозлены два тура назад После поражения от нас И команда, в принципе, очень сильно борется И старается играть активно, так сказать, катать мяч Не забрасывать вперед Не в стиле бей вперед Игра придет Поэтому, я думаю, это ожидаемо было Ну и ваш матч против Гройтерфюрта Было сложно? Да Это было сложно Это лидер таблица Я не буду говорить, много ли я мячей вытащил Нет Это уже решать не мне Это решать моим коллегам Моим партнерам по цеху, так сказать Ребятам Я хочу выделить, в принципе, всю команду Мы сыграли в стиле, так сказать, бердевского футбола Потому что четко, понятно И собрано Вот именно собрано Мы, в принципе, ехали на матч Мы понимали, что соперник серьезный Нужно собраться, биться Как мужики, выходить Ломать все И во всем Поэтому я выделю всех абсолютно ребят Выделю моих защитников Мы четко сыграли в защите Константинов с Виталиком Забродским Сыграли хорошо Хорошо сыграл в опоре Ермола Вова Ермолов У нас хорошие полузащитники Были атака В принципе, все ребята молодцы Все поборолись И тут дело даже не заслуга не вратаря А конкретно всей команды Вот именно всей Ну и хочется пожелать привет тем Кто нас в предыдущем обзоре похоронил Сказал, что в одну калитку игра пройдет Как видите, мы меняем статистику Ты упомянул бердевский футбол Бердевский Ростов вышел в Еврокубке На серьезных соперников Вы готовы к серьезным соперникам в Еврокубке? Да, я думаю, мы готовы Хорошо, давай посмотрим теперь обзоры Ганзы Шальки и Хофенхайма Унион Берлина Начнем с Ганзы Шальки Ну что, начинается у нас матч Составы команд Янец, Ярмасилий и Арсений И, как ты думаешь, не сливались команды? Нет Ну и что, смотри, как идет активно Да, начало встречи было знаменовато тем, что Шальки активно пошло вперед Это стало для неожиданностью, мне кажется, для Ганзы Да, большой неожиданностью Но потом ситуация очень сильно изменилась Уже угловые Ганзы Ганзы контролирует мяч Большой провал защитников И выход 1-1 и гол Опорная зона, большой провал опорной зоны И центральных защитников Башмаков Сергей забивает этот мяч И мы видим повтор Ну просто провалище даже Да, это большое И посмею заметить, что в принципе В дальнейшем во всем матче Защита, к сожалению, не проваливалась Ну и опять, смотри, вываливается 1-1 И тут уже только голкипер тащит Ну и третий момент подряд Выход 2-2 Обыгрыш просто на замахе И в своего же игрока попадает В целом, я считаю, Ганзы победила заслуженно Ребятам в шальке надо что-то менять в игре Менять, я думаю, или в расстановке Или просто в характере менять Просто идти уже, выходить и биться и рваться А не кажется ли тебе то, что просто игроки Не соответствуют уровню 1-й бандеслиги? Ну если не соответствует... Может ребятам поиграть во 2-м дивизионе? Ну а в любом случае, если они не соответствуют Они выпадут в осадок Во 2-й дивизион, так сказать Не в осадок, а вот именно во 2-й дивизион И я думаю На их место придет чуть-бой для сильной команды Хорошо, давай дальше Обсудим этот матч в студии Ну и ты много говорил о шальке Но ничего не сказал о Ганзе Хотя это ваш прямой конкурент за попадание в Еврокубки Как ты думаешь, сможете вы их догнать или нет? Это уже конкретно по каждой ситуации в будущем Мы постараемся это сделать Я не буду ничего загадывать Мы постараемся это сделать Это наша первоочередная, так сказать, задача На краткосрочный период Чтобы постараться обыграть все команды, которые есть Это, конечно, идеализированная задача Но почему бы и нет? Хорошо, давай с тобой посмотрим матч Еще двух ваших конкурентов Хофенхайма и Униона Берлина В котором верх одержал Хофенхайм И он на ваших экранах Ну и что мы видим? Мы видим, что Хофенхайм с самого начала Стал атаковать И в первой же атаке забил гол С вами он также побежал с шашками на голо? Да, можно сказать и так Команда сразу захотела взять просто правление в свои руки Так сказать, повести игру Но у нас спокойно сыграли защитники И мы приостановили их пыл И дальше уже была просто такая жесткая Мутская настоящая борьба, настоящий мутской футбол Ну и дальше мы видим то, что Хофенхайм продолжал атаковать Где-то не хватало, где-то били мимо Ну и вот первая атака Унион Берлина Которая заканчивается промахом по мячу В целом пока идет равная игра, тебе не кажется? Да, игра достаточно была равная До определенного, до переломного момента Он случился на втором, на третьем горе Вот здесь вот запор, это момент Который можно было реализовать Но практически в следующем моменте В следующих двух-трех моментах Хоф реализует свой пыл И все-таки сможет забить гол Ну и провал защиты И вратарь тащит Как ты оценишь коллегу? Весьма хорошо Весьма хорошо Я сам не скажу, что я великолепный вратарь Но я смотрю на многих вратарей И оцениваю их весьма положительно Даже с учетом того, что многие из них не занимались До этого никаких в спортшколах И не имеют вратарской школы Но игра на уровне Ну и если мы видели вначале какую-то равную игру Как я уже говорил То Хофенхайм позже уже в конце первого тайма дожал И в принципе все пришло к тому, к чему шло Давай обсудим этот матч дальше в студии Мы увидели двух еще ваших конкурентов Что о них скажешь И сможешь ли ты лично со своей командой их обогнать? Надеюсь, сможем У нас как раз в выходные будет игра уже с Юнионом Это уже у нас прямой соперник Мы от него отстаем практически недалеко Он через две команды, через команду находится Наша, так сказать, задача Побороться с этим соперником Отобрать очки И по возможности, по большой возможности Именно выиграть Отобрать очки, так сказать, на втором плане Именно выиграть Для того, чтобы мы улучшили свое положение Потому что сейчас у нас есть реальная возможность Попороться за попадание в Еврокубки И даже попадание, возможно, в Лигу чемпионов Опять-таки все будет зависеть от нас Напрямую Ну и еще раз повторюсь Остается пожелать вам только удачи Давай теперь посмотрим сборную тура Куда попала половина практически вашей команды И она на ваших экранах Ну и что? Мы видим всю защитную линию вашей команды Лично тебя Твоего коллегу Коллегова Романа И игроков Ганзы и Хофенхайма А также Жилкина Андрея Как для тебя это неудивительно? Команда, которая проиграла с довольно-таки разгромным счетом Ее игрок попал в сборную Нет, неудивительно Команда все-таки боролась И впоследствии, если посмотреть обзор полностью Можно заметить то, что они все-таки смогли отыграть Даже три мяча Потому что Хоф потом подсел немного Уже расслабился И все-таки человек тащил команду И я думаю, это весьма непростой соперник нам выпал в будущие выходные Так что ничего удивительного Что-нибудь можешь сказать о игроках Ганзы? О игроках Ганзы? В принципе, команда играла уверенно Команда хорошо играла И они совершенно заслуженно попали в сборную Далелов Алим, который забил два гола Ну и ваша защитная линия, которой, наверное, ты управлял Да-да-да, моя защитная линия Это хорошие защитники Но лично для меня они хорошие защитники И ребята поборолись Конкретно побились У нас Егор отличается тем, что этот человек вечно в подкате Так сказать Про него книгу можно будет скоро писать Вся жизнь в подкате А вот человек по имени Виталий Забровский Мы его называем человек Дига На нем строится часть игры Это постоянно диагонали вперед Когда есть возможность забросить Это ваш Сергей Игнашевич? Да, это наш некий Сергей Игнашевич А вот коллега Фромана Это наш некий Муса Он просто бегунок, так сказать Берет и убегает мяч И строится игра Ну вот как раз на вот этих трех ребятах И ну не совсем на них Но у нас каждый человек Так сказать, выполняет равные функции в команде Поэтому вся команда равная Вот именно подбор игроков у нас достаточно хороший, я считаю Ну и хочется отметить, что такое количество игроков Фортуны Попадает уже второй раз подряд В символическую сборную Вы, ребята, молодцы А мы перейдем к турнирной таблице Ну и что, мы видим уникальная ситуация Команда, которая снялась с чемпионата До сих пор на первом месте Причем с играми в запасе Как так получилось? И сможет ли их кто-то перегнать? Гройтер, я думаю, все-таки перегонит Там уже наведут порядок в таблице Как сказали наши организаторы Хотят добрать две команды еще Чтобы у нас было 10 команд Потому что сейчас на таблице 12 команд Но из них 4 команды неиграющих Это Штутгарт, Борусия, Гельн и Ганновер Я думаю, в ближайшее время наведется порядок в таблице Все будет уже ясно и понятно Гройтер прямой, так сказать, первый лидер на данный момент Потому что по самому большому количеству очков Ну и, соответственно, дальше мы видим всех основных лидеров И середняков таблицы Ну и самая интересная борьба, мне кажется, будет за место в Лиге Европы Бавария, Унион, Ганзе и вы будете бороться за четвертую строчку А внизу у нас Айнтрахты, Шальки Которые, как ты думаешь, что-то их спасет или нет? Сложно мне что-то сказать Я думаю, если ребята сами не включат характер И они начнут биться, как стоит То окажутся во второй бундеслигу Да, во второй бундеслигу все-таки выпадут И там уже придут более серьезные коллективы Понятно, спасибо тебе большое за эту передачу Мы будем заканчивать С вами был Егор Раевский Мой гость Ваня Александров Спасибо, пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому